Приветствую вас, дорогие туристы, на канале Плэйт Хоу, на что мы с вами продолжаем проходить семиллятор туристического автобуса. Нас сегодня с вами ждет новые разъезды, и знаете, я что тут подумал? Блин, мы с вами были на севере карты, мы с вами были в центре нашей карты, да, на острове, но мы с вами еще ни разу не заезжали, в принципе, на самый низ карты, то есть в южную его часть. Это чертовски интересно посмотреть, может быть, там сильно отличается именно сама тематика оформления острова, может быть, какие-то даже есть дневники, какие-то достопримечательности. И я тут увидел, есть одно поселение, называется Кофете, плюс тут есть замочек, а это значит, что там, правильно, наш сундук-контейнер. Именно туда и отправимся, единственное, что я не хочу выдвигаться из города, из Кузи, из Куинза, вот это, потому что этот странный серпантин, здесь есть выражение, на стреме мне весь мозг вытрахал. Поэтому давайте мы с вами поищем какие-то варианты, которые... О, стоп, это что у нас? Ну, диски пляж, серьезно? Я как-то не обратил на него внимания, думал, ну, типа, обычный пляж, это волна, и только сейчас, пока я вам говорил, увидел, что здесь нарисованы трусы. Охренеть! Блин, охренеть! Однозначно мы сейчас туда заедем. Так, у нас Коста Калма, вот отсюда бы выехать, это было бы прямо шикарно. Вот так, и однозначно мы заедем вот сюда, посмотрим, может, там бегают голые боты. Так, что у нас с вами имеется по заказам? Нам надо же кофете найти. Коста, 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 кофете нет. Значит, будем скипать пару дней. Во, смотри, две недели прокрутил, нашел Лапарет, кофете, как раз-таки рядышком у нас находится, 3500, время пути 3.45, средний маршрут по времени выезд в 7 утра, то есть, по сути, как бы, с вами встретим рассветники, да? Ну что ж, я предлагаю его взять, и, да, мы будем как раз к нему двигаться. Выбираем Плэйт Хоу, мы выбираем 7657 автобус номер, и отправляемся в путь. Единственный такой вариант, надо попробовать туда сделать нам ТПшечку. У нас тут есть вариант ТП, так, у нас есть вариант здесь, а здесь Лапарет у нас как раз-таки находится. Нету, да, нам придется, значит, отсюда сейчас будет выдвинуться вручную, доехать до этой точки. Ну, что поделать, погнали. Ну что ж, въехали в Лапарет, и я предлагаю нам немножечко здесь прогуляться, осмотреться и посмотреть, какие есть тут достопримечательности. Тем более, у нас еще с вами есть несколько дней до отъезда, ну, а нам это будет придать очень полезно. Смотри, у нас тут, во-первых, есть спортзал, надо его будет открыть, посмотреть, да? Так, что у нас тут еще имеется? Тут у нас поворот, о, смотри, пляж. Вот давай, наверное, потом мы с вами и заскочим, и припаркуем наш на время автобусик, правильно? Конечно, правильно. Здесь, по-моему, обычный пляж у нас, типа. Но он даже и то никак у нас не помечается, ты смотри. Просто такая прогулочная пристань, что ли, да? Ни хрена у них туда спуск сделан. Не, это, конечно, круто, но я туда не пойду. Там нам, походу, ничего не сидит. Хотя там, скорее всего, будет просто пляж. Да. Город, причем, находится прямо, смотри, на побережье, чуть ли не первая линия. Это чертовски круто. Да, я бы хотел здесь побывать. Хотя единственное, что пока мы проезжали, я так посмотрел на состояние домов. Но здесь такой. Чисто местные, походу, обитают. Никаких тут гостиниц, туристических таких мест, конечно же, нема. Однако есть спортзал, люди беспокоятся о своем здоровье. И не только они, но и местные власти. Которые чуть-чуть взяли себе в карман для того, чтобы построить... Точнее, разрешить построить нам... Не нам, точнее, а людям, а каким-то бизнесменам, да, этот спортзал. Блин, что я тут застрял-то? Так, что тут с вами еще имеется? У нас тут с вами имеется... Опа. У нас с вами имеется карта. Домик продается около аптеки, прямо взяли ее. Я прочитал все ваши комментарии по поводу, чтобы я внимательнее осматривал все эти ларьки, остановки и так далее и тому подобное на наличие секретных мест. Ну, поэтому, ребята, будем по максимуму, конечно, стараться здесь это сделать. О, смотри, заходим в зону, где мы можем теоретически купить жилье. Так, тут у нас что-то есть? Тут нифига нет. Какая-то бутылка укола огромная стояла. Блин. Слушай, ну, народ, в принципе, здесь достаточно живой. То есть, машину-то секают. Слушай, больше, по-моему, здесь ничего нету, да? Так, стол пустой. Здесь тоже пусто. Я теперь все скамейки осматриваю, абсолютно все. Я теперь, короче, у меня прямо глаза, как маленькие радары, такие... Сканируют всю местность, в которой мы с вами мимо пробегаем. Действительно, очень много, наверное, таких интересных мест я уже пропустил, но нам ничто не мешает. А, вон еще, смотрят, на карту лежит. Да, натуре. Пляж. Ну, окей. Блин, лучше что-то интересное было, что-то другое бы нашли. Эти глаза теперь, говорю, как сканеры. Они теперь вообще стараются не пропускать ничего. Здесь еще дом. Так, что? Открыт контейнер. А где у нас? А, вон он слева у нас. Он, получается, за домом. Пойдем посмотрим. Тут есть что-то? Нифигашеньки нету. Города прямо почти что усыпаны, упичканы разными вещами. Что-то фиолетом светится, смотри. Стуки-стуки. Так, рекомендую немецкий бар с живой музыкой. Это очень вдохновляет. Что, блин? Рекомендую немецкий бар с живой музыкой. Это очень вдохновляет. Короче, надо найти бар с живой музыкой. Мы с вами шли от автобуса, получается, по этой стороне. Нам надо будет сейчас прогуляться. Значит, куда-то вот сюда. Либо здесь. Хотя здесь лежал. Здесь вообще домов нету. Это же около кольцевой. Значит, где-то здесь должно что-то быть. Пойдем посмотрим. Вон домик продается. За 609 забираем. Ой, извините. Что-то я здесь больше карт никаких не обнаружил. Но, с другой стороны, в принципе, и так несколько штук нашли здесь. Это единственный, походу, бар, который здесь вообще находится. Да. Походу, это вон. Стейк исследован. Ну-кась. О, карта. Смотри, стоять. Карту мы забираем. Еще одни. Нудистский пляж. Серьезно? Охренеть. Их тут очень много. Так, это мы забрать можем? Нет. Так. Вон, написано. Live Music. Пьяно. 2100-2300. А, ну это и есть код. Слушай, здесь два варианта. Либо 2100 код, либо... Три варианта, точнее. Либо 2300, либо 2123. Они прямо выделены, эти цифры, да? Надо попробовать сразу 2123. Так, давай пробовать открыть ресторан. Сразу же 3 звезды... Опять звезд. Так, есть что у нас тут? Нет? Тут нифигашеньки. Все, погнали к ресторанчику. Ой, к ресторанчику, к контейнеру. Давай будем пробовать. Сразу с козырных цифр 2123. Прокатит? 2223. Да, блин, ну это слишком легко было, да. Это проще простого. Что у нас в смысле значок Бэтмена? Серьезно? Кто-то вызывает Бэтмена? Зачем это здесь? Тень, кстати, бросается. Но я не вижу саму пиктограмму Бэтмена. Такое себе. Но приколюху мы поняли. Так, что-то денег мало, но зато по 5000 они тут все. Ну-ка. Хотя, слушай, не, нормально. Да нет, вообще нормально. Прямо охрененно. Скилл-пойнтов целая куча. Еще и карта у нас новая есть с вами. Шикардосно. С экскурсиями. Надо, кстати, экскурсии начинать потихонечку выкачивать. Не только туризм, но и экскурсии. Все, вроде здесь мы с вами все открыли. Больше здесь домов не могу найти, которые можно приобрести. Че, мужики, третя? Поссорились? Такой кивнул. Да, поэтому берем наш автобус и уходим в рейс. Но рейс, сразу говорю, походу будет большой, длинный. Поэтому запасайтесь печенюшками, чаями. Пообщаемся, порассуждаем на разные темы. И я вам, естественно, еще расскажу некие приколюхи, связанные с игрой. Ну и, конечно же, заскочим на нудистки пряжу. Я прям вообще вангую, что там будет что-то нечто эпичное. Хотя, все мы люди, все мы можем ошибаться. Так, ну че, заводимся. Поехали потихонечку. Шикарно. Так, берем рейс. А, стоп, почему берем рейс? У нас же времени не совпадает. Нам надо календарь перемотать. А, нифига себе, у нас столько дней. А у нас есть заказы? Это, подожди, стоп. Еще какие-то, чтобы наши боты могли отработать. Хотя бы сотые маршруты. Вот, сотка у нас висит. Давай возьмем вот этого товарища сюда. Это у нас на какое число получается? На... Не посмотрел, блин. Ну, сейчас мы возьмем так. Заказ же сейчас. Это у нас на 15-е. Хренаси, на 15-е, 07-е. Так, стоп, ладно. Дальше что у нас еще? У нас все больше... А, у нас больше заказов-то и нету. Хреновастенько. Ну и ладно. Тогда спокойно теперь выматываем время до нашего маршрута. Отлично. Да? Да. Так, время у нас сколько сейчас? 5.45. Нам надо вымотать время до нужного момента. 6.45. Блин, смотри. Солнце встает. Некоторые пальмы освещаются. Вон в зеркале слева видно. Поехали. Так, единственное, что нас еще чуть-чуть не забыло. Нам надо поднять однозначно пневму вот здесь. Пневму поднимаем. Да, подняли. Дальше кофеварку включаем. Вай-фай включаем. Сортир включаем. Кондиционер. Давай тоже включаем. Сделаем на 19 градусов, наверное. 19,5. Почему нет? Отличная температура будет, да? Все. У нас все довольны. Подрубаем освещение. Пошли. Выходим в рейс. Единственное, что мы не взяли маршрут. А, вот теперь взяли. Чуть-чуть назад. В смысле? Не хочет назад ехать. Вова. Там машина стоит еще пиздец. Вообще не очень удачно. Прошла? Нет. Слушай, а может мы ее просто пытаемся попробовать пропустить? И не будем никак париться вот так. Пускай она в разворот уходит. Сейчас посмотрим. Да хрен там плавал. Ты смотри, что они творят. Да, неправильно вы себя, люди, ведете. Ой, как неправильно. Хотя, вот так я теоретически могу очень аккуратно его попробовать объехать. Давай еще. Шикарно. Здесь прошли. Блин, ну вот ненавижу. Прямо люди нетерпимые абсолютно. Не только люди, но в смысле боты. Я что-то задел там. А, это машина была слева? Серьезно? Я думал, это какой-то кусок коричневой земли плохо прорисованный. Соряночь, но не будем за это зацепляться. Не засчитываем. Нихрена себе, просто в миллиметре остановился. Ты тоже думал, что сейчас пилились? Я, если честно, думал, что на 100% сейчас туда едем. Бывает, так едешь в этой машине, за тобой так останавливается автобус с плоской мордой. Такой же, да, абсолютно. Сидишь только и думаешь, ну все, сейчас. Сейчас заедет. А бывает, он подъедет так близко, что ты даже видишь, как он в носу ковыряет. Это прямо такая мерзость. Да. Бывают такие моменты. Едешь, вся люди просто в пробке стоят на тебя, смотрят просто, вот как будто в носу ковыряют. Как будто бы мозг пытаются достать. Ну что за бред? Все, заходим. Надеюсь, вы все едете у нас. Да, слушай, целым отрядом ринулись. Огонь. Нихрена себе вас много. Сто пудово все едут на лодицкий пляж. А вот сто пудово. Да, бабуля? Тебе-то куда уже? Стоять! Опять какашечный этот цвет проехал. О боже ты мой, давай, давай, поехали. Поехали. Никого здесь нету, все нас пропускают. Нам никто не говорит стоп. Блин, реально интересно по поводу лодицкого пляжа, где здесь это все реализовано. Кстати, по поводу автобусов, хотел сказать следующее. Я прочитал ваши комментарии, когда мы с вами разговаривали на тему, что мы будем покупать и как мы будем покупать. Когда я предлагал покупать либо бэушку, несколько штук, либо один там новый. В общем, почитал и пришел к выводу. Возьмем, наверное, золотую середину, не будем брать там 3-4 автобуса бэушных. Возьмем, наверное, два бэушных автобуса. Вот. И, соответственно, останутся на оставшиеся деньги. Мы с вами будем покупать новый автобус. Ну, либо там чуть-чуть доплатить. Доплатить чуть-чуть придется нам. И, соответственно, купим, опять же, повторюсь, нулевку. Вот. По поводу бэушки мы с вами сделаем следующим образом. На всю бэушку я, ну давай, на всю бэушку я сделаю закрепление. Одна машина, один водитель. То есть это будет прямо такая некая привязка. Я считаю, это будет чертовски удобно контролировать. Ну и смотреть, какой водитель вообще хороший. То есть по каким маршрутам они иссякают. Ну и так далее и тому подобное. Чтобы это все контролировать легко, у нас тут есть с вами функция менять номер, да, поэтому номер водителя, номер, да, вот у человека. Поэтому будем делать просто там один дробь один. То есть, предположим, первый водитель, первый автобус. Ну, два дробь два и так далее и тому подобное. То есть мы будем видеть с вами, какой водитель заболел, на каком автобусе он сикал. И, соответственно, и тому, ну, короче, и так далее. Да, блин, меня прямо сбил этот, короче, Мандео. Я был уверен, что он меня сейчас прямо расшибет. Аккуратненько. Вот сюда заходим. Нормально. Вот, это будет действительно удобно, это будет полезно для дальнейшего нашего контроля. Блин, нахера вот здесь такие маленькие пятачки эти делают, я вообще не понимаю. Обычный просто бы перекресток поставили, никаких проблем вообще в этом нет. Нахрена-то ты так себе такие раскрутки делаешь? Ладно, только на легковушке гоняешь, проблем никаких нет, да, а вот все-таки на автобусе и на грузовиках здесь ездить, ну, не так уж прямо комфортно. Так, есть ли кто-то? Нет? Поворачиваем. Вот что ты творишь, а? Вот что ты творишь? Ты же видишь. Отлично, повернули. Единственное, наверное, я сейчас свет отрублю, мне кажется, из-за света прямо просадки начинаются небольшие по FPS. Конечно, оптимизация у игры, конечно, хромает. Очень хочется, чтобы разрабы скорее занялись именно таким уже оснащением по игре. Я думаю, у нее, наверное, лампочка там, а это у нее такие волосы, ты смотри. Странная деваха, хотя, да, красят волосы, они тут в этом плане пополняют. Так, ну что, у нас тут есть люди? Да, у нас тут есть люди, шикарно. Здрасте. Выходим и заходим. Давайте. Есть кто выходит, интересно, здесь? Да, есть кто выходит. Слушай, а странно, а почему у нас висят они в маршруте? Нахера себе ты щеки нахерачила себе? Ты серьезно? Понятно, я даже знаю, кто ты. Можешь не рассказывать мне. Так, а почему у меня такая фигня с маршрутом произошла? Коста не засчиталась. Непонятно. Прям вообще непонятно. Сейчас пойдем посмотрим, ну-ка, что за хрень. Если мы отъедем отсюда. Он нам переложил маршрут, опять смотри. Куда ты едешь, мудак? Ну боже, ну почему так-то, а? Ну, нормально же ехал. Хрень. Смотри, что он творит. Он принципиально меня таранит. Обздец какой-то. Это не моя обстановина. Ну, вы сами видели, я нормальный угол дал, и он просто, ну, в дикую просто вошел. Хрень какая-то. Просто хрень. Смотри, у меня опять, короче, грузит на ту же саму остановку. Опять туда же отправляет. Сейчас посмотрим, что у нас там будет. Походу, опять глюк мы поймали с вами. То есть он ее не засчитывает. Он ее, походу, не засчитал. Там есть машина? Там нет машины? Надеюсь, там того, на пыжике этого рода больше нету. Ну, а сейчас он что, как? А сейчас пошли. Ты серьезно, боже? Игра-то такая игра. Прикольная, конечно. Но вот эти баги ошибки, проблемы прям вымораживают. Мне пришлось два круга сделать. Смотри, он этот псих, короче, гоняет до сих пор. Ты знаешь, как он едет? А сейчас нормально типа поехал. Наверное, ментов увидел, да? Охреневшая рожа. Все, отсюда мы с вами сваливаем. Ладно, надо быстро повернуть, пока никого здесь нет. А то прямо... Мне вообще уже не нравится этот город. Мне Эскузиуана не нравится, и вот этот город уже. То есть он достаточно быстро. Достаточно быстро стал одним из самых нелюбимых городов. Разворотики маленькие, улочки тоже достаточно узкие. Ну, ты же видишь, стой, стой, просто стой. Четко что-то идет, короче. Нормально прошли. Жесть. Это у нас еще двухосный автобус. Следующий у нас будет Манси. Он, получается, у нас уже три оси. Это, конечно, будет пободрее. Ну, в том смысле, что управление, как я так полагаю, поменяется. Все-таки длина базы тоже увеличивается. И в передачу еще, наверное, угол будет другой. Потому что, в принципе, меняется параметр автобуса. Надо будет попробовать посмотреть. Никого нет, можно ехать, друг. Все, отлично. Выходим на пляж. Отлично, здесь чисто все, да. Плохой угол взял. Мне кажется, я знак снесу там. Не? Не, нормально. Все бы ничего, но вот эти пару придурков, конечно, прямо вот... Ну, ладно, не будем о грустном. Мы с вами везем людей на отдых. Кстати, сколько времени? 7 утра. Прибытие 038. Слушай, ну это будет такой, да, это будет действительно долгий маршрут и поздное прибытие. Вот там надо сейчас объехать, это обязательно там надо объехать по этому странному кругу, а? Никого же нету. Давайте я здесь лихану, потому что там прямо абзац. Там прямо абзац, да. У нас пневма, кстати, поднена. Я что-то пропустил этот момент. Походу, нет. А, стоп. Сейчас проверим быстренько. Так, пневма, пневма, пневма. Не поднимается, вот. Теперь пошла, родимая. Шикарно. А, где у нас тут был наш нудистский пляж? Что у нас прямо светится аж. Игра прямо нам подсказывает на самом старте. Типа, что, чувак, все это находится где-то по дороге здесь. Единственное, смотрите, здесь куча отбойников. Возможно, вот здесь это съезд идет. Да? Не, ну съезд, это как бы мягко сказано. Громко, точнее, сказано. Это, это обрыв. По-любому не туда. Жалко, конечно, карту никак не сделать еще более милкой. Ну ладно, мы вот так, наверное, сделаем раз-два. Вот таким вот вариантом. Хотя, смотри, вот здесь есть и съезд налево. Видит какой-то туда. Хм, интересно. Сейчас прямо дальше посмотрим еще, что тут есть. А там дальше вообще отбойники начинаются. Ты смотри, охренеть. Не, надо было сворачивать раньше. А, нет, смотри, смотри, во. Это съезд с обратной стороны. Вот он идет. Специально раз... Да, 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 это, короче, надо будет в обратную сторону. Когда поедем, тогда мы сюда обязательно заскочим. Так, я уйду, наверное, с крайней левой полосы. Пойдем именно здесь. Так, что там у нас сейчас по маршруту? Эскунзи, ну, господи, точно. Страх и ненависть. Прямо для меня этот город. Блин, почему мы так медленно едем? Я думал, мы хотя бы сотку выжмем. Все, вместе идем. Вообще не кочегарит, нифига. Может, что с коробкой случилось? Может, надо его действительно на ремонт отвезти? Ну, ты серьезно, мужик? Ну, ты серьезно? Давай, 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 блин. Ускоряйся чуть-чуть. У тебя же все-таки Ку-7. Тебе тут разогнаться, как делать нечего? Все, он ушел. Вот такое ощущение, что он меня просто решил слегка так подрезать. И, типа, мол, замедлить. Потому что странно, почему он не пошел спокойно в повороте, и он без всякой проблемы там залетел. Угу, у нас съезд, и серпантин начинается. О, боже. Ой, сейчас у меня жопа сгорит, наверное. Если сгорит, я вырежу этот нахрен. Так, мы здесь сейчас аккуратненько проедем по кругу. Не будем резать, не будем борзеть. Там был единственный вариант, потому что, ну... Потому что, ну, крайне удобно. А здесь вроде как все пока нормально. Дальше куда нам? Навигация. Навигация, родную уличку, построим маршрут. Вот, отлично. Ну, с богом. Боже, может, я просто сразу вниз туда скачусь, как какие-нибудь есть варианты. Задел. Да, я задел. И это приводит к слову того, что у нас сейчас не кислоподняты. Мне вот непонятна схема управления автобусом на серпантине. Я понимаю, что меня за колеса выворачиваю. Они находятся дальше того места, где я сейчас сижу. Ну, и без заезда на встречку, но это не получается. Но это не получается. Либо брать сразу встречку и в разворот сюда. Кто в курсе таких особенностей? Ну, видишь, задел, задел, да. Задел камушек дуном причем. Это, как повторюсь, с поднятой пневмой. Было бы интересно услышать ваше мнение по тому, как правильно делать здесь заносы на серпантине. Давай. Потому что, видишь, именно ровень в ровень это нереально. Это еще хорошо, машин сейчас нету. А, ну вот она, одна пошла уже. Ну, она садится, ждет, пропускает, смотри, а. А нам еще подниматься, пацаны. Смотри, пропускают, пропускают. Вот здесь молодцы. Нет, есть водители-дебилы, конечно, но пока что нам пока просто реально везет. Просто малорики. Так, где наша остановка? Ой, здесь сундук есть. Здесь сундук есть. Стоять. Извините, мне надо срочно перекурить, отдохнуть, и заодно посмотреть, что за сундук. Я манал. Это мы так сверху туда спустились, ты посмотри. Охренеть. Ну, для меня это реально такая тема, то есть как бы очень сложная в управлении. Так, что у нас с вами имеется? На самом деле меня там нет. Я еду к своей возлюбленной. Я лишь надеюсь, что письмо дошло до адресата. Серьезно. И я здесь должен что-то найти, найти письмо. Не, ну как бы задание мы взяли, но что здесь надо сделать? На самом деле меня там нет. Письмо дошло до адресата. Я хрен знает, что ты имел в виду, друг. Вот прям вообще, даже без понятия. Здесь надо просто будет выгуливать. Ну, я думаю, мы сейчас с вами сделаем проще. Мы сделаем телепорт. Потом, уже после заказа, да? И спокойненько здесь уже поблуждаем. Но если у кого-то есть какие-то догадки, welcome, welcome в комментарии. Так, ну и где наша первая остановка? Наша первая остановка, вот. Люди есть? Ну да, парочку людей имеется. Отлично. Что, есть кто выходит? Нет, никто не выходит. А, нет, слушай, одна вышла. Две даже выходят. Три. И столько же, больше даже заходят. Не смотри, красавец. Просто заходил. Чувак такой идет, такой просто ноги, руки решил размять. Серьезно? Я думал, сейчас они обратно пойдут. Смотри, затек весь. Весь затек. А карта тут, кстати, и есть, интересно, поблизости? Где-нибудь на столе лежат, нет? Так, ноутбуки, ноутбуки. Не, ни хрена. Ну и письма здесь, наверное, тоже никаких нету, да? Вот это, кстати, интересно, как такая книжечка записная лежит. Но нет. Это так не работает. Все. Можно отправляться. Так, мы, получается, сейчас с вами идем прямо. И после этого дела делаем круг и выходим направо. Все, я понял. Нам главное сейчас рейс не забаговать, потому что, опять же, на стриме был момент, когда мы его баганули. Ну, не именно этот рейс, а похожий. Походу, мы неправильно едем. Блин, задел. Ну, как мне тут узко? Ну, это песец. Просто песец. Хотя, изначально, вроде, я ехал правильно, смотри, да? Не засчитывает маршрут. Он мне его не засчитал. Или засчитал? А, нет, слушай, засчитал. Так, а куда вам показывается Джандиапайя? Мне надо ехать. А, то есть без остановок, в принципе, да? Хотя, вот странно, почему мне показывают, еще сзади надо объехать. Мы здесь с вами выехали. Надо было ехать, что ли, прямо? Мы развернулись, поехали здесь. Ну, все вроде правильно. Или, наоборот, надо было ехать. Отсюда мы выворачиваемся, разъем сюда, а здесь по прямой выходим. Ну, это нелогично, потому что здесь вот видно вот этот скос. Может, попробовать сдать назад сейчас, все-таки. Ну-ка, попробуем. А то может закончиться тем, что вообще зафейлим весь переезд. Хрень какая-то. Только начал разворачиваться, и он обратно откатил маршрут в нормальном положении. Очень странная тема. Так, ладно, стоп. Сейчас мы вырубаем заднюю. Задняя пошла нормально. Сейчас передо так вырубаем. Во, пошел. Действительно блокирует коробку. Я не знаю, в чем это происходит. Почему такие у нас петрушки, но... Однако, вот как есть. Пару, кстати, аварии уже совершили. Это, конечно, не радует. А это мы только с вами еще выехали. Ну, на самом-то деле, пожар... Блин. Ложа руку на сердце, я сразу сказал, что этот маршрут будет достаточно тяжелый. Для меня особенно. И именно конкретно этот серпантин. С дорогами-то еще можно разобраться. То есть, как бы, еще можно очень аккуратненько все это делать. Но вот это... Это прямо... Чуть оля комедика, как говорится. То есть, там аж сердце замирает. Хочется прямо, чтобы было по красоте все. Мысли еще, конечно же, параллельно помогают о том, что мы сейчас поедем на нудистский бляж. Эть. Проходим же. Прошли. Ну да, здесь вот так, например, надо очень длинный занос делать. Я так полагаю, скорее всего, надо поворот делать в тот момент, когда то место, то препятствие, вот как здесь, проходит дальше, чем колесная база. То есть, не около нее начинать выворачивать, как на ликовушках, да? А вот именно уже за нее. Тогда, в принципе, более-менее получается правильно. Но это, опять же-таки, работает, если происходит некая терпимость от тех водителей, которые у нас на пути встречаются. То есть, ну, на встречке. Потому что мне, по-любому, придется делать занос на их территорию. Ну, на их дорогу, на их полосу. Слушай, неужели? По-моему, обратно поднялись намного лучше, чем ехали туда. Вот прямо в разы. Какое-то понимание приходит. Ну, как поют песни, поют касты в песне, да? Все приходит с опытом. Поэтому так и здесь. Так, ну, здесь, наверное, круг мы наяривать не будем. Мы здесь немножко срежем. Здесь никто ругаться, наверное, не будет. Реально? Да. Вот так вот, отлично. Все, пошли. Ох, ешки-матрешки. Серьезно. Да. Так, следующая остановка Джалиапайя. Я так полагаю, это у нас, получается, до Кафете еще две остановки нам будет сделать. И мы на финальной точке. Ой, блин, что меня подзанесло. Слушай, а здесь красиво. Здесь реально красиво. Ни хрена себе, смотрите, какие-то гостиницы там у нас стоят. В натуре, какой-то гостиничный комплекс. Прямо на берегу, там, наверное, у них свой маленький пляж. Хотя, подожди, стоп, а что у нас по карте? А, мы уже проехали. Да, это нудизм. Нудизм, он находится за Эскузиана этим. О, прикол, смотри. В смысле? У меня машина заглохла, с хрена ли? Что за баян произошел? Так, мне надо заново поднимать, да. Жесть какая-то. Это как вообще произошло? Просто едешь, короче, у тебя тачка отрубается. Так, по топливу у нас еще вроде все хорошо. Да, здесь чертовски красиво, я тебе скажу. Здесь прямо... А, стоп, а мы здесь, по-моему, проезжали, да. Привет, народ. Выходим. И заходим. Серьезно? А, ну, они не стали заходить, они просто сразу все там оказались внутри. Хорошо. Вы прямо как из будущего какого-то. Просто сзади телепортировались. Кстати, по поводу будущего, народ, давайте пообщаемся на эту тему, даже и в комментариях, и просто. Естественно, будущее будет, оно рано или поздно настанет. Но кто себе каким представляет вообще его? То есть, как вы думаете, что будет в будущем того, чего нет сейчас? Ну, я думаю, наверное, всякую такую тематику летающих машин, наверное, нет смысла приводить. Потому что летающие машины по-любому будут. Но они, в принципе, уже сейчас уже есть, да. То есть, они там летают, правда, не на север большие расстояния, и дохера стоят. Но, в принципе, тематика уже развивается. Ну, а вообще, как вы думаете, что может быть действительно появится ультракардинально нового? Мне кажется, что-то будет связано однозначно с тематикой медицины. То есть, это по-любому будет направление развиваться. И, возможно, даже будет что-то, на что можно победить всякие там СПИД, ВИЧ и какие-то другие заболевания, которые, ну, там, невозможно вылечить. Возможно, что-то будет связано с тем, чтобы производить какие-то удаления вещей, там, приположим, там, после стрельбы. То есть, огнестрела, какие-то моменты, да. Как вариант. Это, естественно, как вариант. Вот. Естественно, что-то будет развиваться в плане энергетики. Какие-то, может быть, новые, типа, либо ресурсы, либо какие-то новые синхронизации, совмещение ресурсов. То, что будет развиваться, типа, технологии а-ля телефоны и, там, машины, это, конечно, да. Оружие, естественно, это все по умолчанию. Это такой массовый спрос, ультрамассовый спрос. Так, поэтому напишите, что вы думаете по этому моменту. Блин, ну что же не открылось дверь-то передняя? И еще, мне кажется, пролетят анапланетяне. Я реально в них верю, ребят. Я в них верю по одной простой причине, что, если есть мы, то где-то на других планетах тоже есть какие-то организмы. Может быть, что-то было не найдено, может быть, что-то было не подсказано. Не подсказано, не показано, но, однако, это имеется. Глупо отрицать то, что было зарождено на одной планете. Значит, альтернативно или очень сильно похоже, может быть, и на другой. Так, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аудюха, аудюха, это мой косяк, да. Я поздно включил, но ты молодец. Ты малявка, ты прорезла. А ты вот на цивике. Ни хрена не молодец. Мне еще придется знак снести нахрен. Ты прямо, надеюсь, едешь? А он прямо едет. Да ты серьезно, Вольво? Мне знак еще придется снести, парни. У меня тут без вариантов, извините. Ну, народ прямо жестит. Народ прямо жестит. Мне кажется, слишком ультра... Так, стоп, а что? Куда нам кафете? Все, мы в кафете идем. Мне кажется, ультра узко для таких улиц на таком автобусе. Может быть, альтернативный вариант надо было искать проездно. Хотя... Я представляю, как в Голландии на автобусах гоняют люди. Там вообще, наверное, обсдастся. Там, наверное, прямо... Него чуть ли не... Unbelievable какой-то. В плане управления. Стоять. Здесь надо поворотник рубить, уж точно. Иначе будет тяжко. Икс пятый, блин. Все, отлично. Боже, неужели мы отсюда выехали? Да, мы с вами малорики. Мы с вами однозначно малорики. Так, все, что у нас по топливу? Нам надо заезжать? Нет? Нет, по топливу нам все вроде хватает. Лишние остановки делать не будем. Ребята, если честно, я, может быть, не особо сейчас могу говорить. В отличие от всех других этих самых серий по этой игре, которую мы с вами записывали. Но это просто один из самых таких геморройных маршрутов. Я прям постоянно, короче, смотрю на карту. Постоянно туда-сюда. Да, здесь прямо такой просто чисто разъезд. Чисто разъезд, да. Мне, кстати, еще интересно все посмотреть. Блин, а почему маршрут у нас не засчитался? Желтым горит до сих пор. Ты смотри. Хрень. Полная хрень. Сейчас, подожди, надо проверить по карте. Видишь? Он должен был пропасть. А в итоге нет. И здесь он у нас. А, здесь он желтым загорелся. Ты смотри. Ну, ладно. Давай посмотрим. Давай попробуем. Надеюсь, что получится. Он туда перелить, в принципе, не так долго. Я думаю, за пару минут мы, наверное, дотуда долетим. Конечно, если у нас не будет особой там потери скорости. Потому что что-то мы пока 60 поднимаемся. Еле прем. Надо где-то с горочки спасти. Ты смотри, какая дорога раздолбанная. Охренеть. А вы говорите, что у нас в России дороги плохие? Охренеть. Просто, блин, охренеть. Вот это, мать его, жесть. Вот это жопа, я бы даже сказал. Просто отсутствие дороги. Просто в горы куда-то поднимаемся. Это сразу вспоминаются моменты, где, ну, в разных регионах тоже, где идут дороги в горах. Соответственно, люди идут прямо-таки вдоль, вдоль самого обрыва. Вот. А есть еще регионы, где это все в заснеженных местах находится. То есть, когда на горах находится снег. И справа специально, то есть, дорога находится всего лишь в одной полосе. И с правой стороны, потому что слева, понятно, обрыв, да? С правой стороны, о, дном задел. Приколись. Не хватило, короче, высоты гневмы. Вот. И с правой стороны, вот здесь такая там небольшая ямка находится. То есть, как, типа, видите, как траншея вырыта. И, соответственно, когда идут автомобили, один из автомобилей просто ныряет в эту яму. Предположим, вот ты едешь на лиховушке на какой-нибудь там, да? Я дном цепляю, реально, ты смотри. Охренеть. Вот как это побороть? Надо было, наверное, навстречу выезжать, больше радиус брать. Соответственно, едешь по дороге на лиховушке, тебе навстречу вылезает грузовик. И твоя задача какая? Все очень просто. Естественно, грузовик-то не нырнет. Соответственно, ты туда на лиховушке ныряешь, грузовик проезжает. А потом он тебя с помощью троса пытается вытащить оттуда. Ну, и, в принципе, не то, что пытается, он тебя оттуда вытаскивает. То есть, вот такая схема есть. Я даже ролики смотрел на эту тему. Конечно, такое себе. Там все машины такие раздолбанные. Но, с другой стороны, это неудивительно. Ты посмотри. Охренеть. Просто едем по обрыву. Это жесть. Это просто реально жесть. Я прямо в шоке. Я думал, здесь просто будет все в идеальных дорогах. Но нет. Игра удивила. Игра реально удивила в этом плане. Конечно, кажется, что ничего такого сложного здесь нет. Но само при... Да, блин, дном опять. Но, в принципе, самим... Само ощущение вот этого места, оно прямо, да, чувствуется. Действительно чувствуется. Особенно эти переезды, перевалы все. А давайте-ка я, наверное, здесь остановлюсь сейчас. Вот. И сделаю фоточку. Да? Да. Сейчас, две секунды. Пускай автобус постоит. Вот так вот. Проезжай. Ты вообще не в тему здесь. Да. Огонь. Просто огонь. Извиняюсь, это была вынужденная остановочка. Пошли дальше. Я эту картинку потом, наверное, на превьюшку поставлю. Надо, единственное, сейчас разобраться еще, как автобус контролировать, раз он такой колбасой является именно в таких перевалах. Наверное. Ну, видишь? Вот реально. Ну, не хватает высоты подвески. Он чиркает либо бампером, ему понятно, то есть мордой, да, либо он чиркает уже задней частью автобуса. То есть, как бы, здесь звук просто не распространяется именно по дальности. Да ну на, серьезно. Вот здесь еще серпантин начинается, мелкий. Офигенный эпик просто. Еще главное, камни здесь такие. Слушай, интересно, здесь камнипад вообще есть, реализован. Если да, то это круто. Это просто сразу я прощу игре все ее баги. Потому что самое важное в игре, как я всегда говорил, это атмосфера. А у этой игры атмосфера, конечно, чертовская. Слушай, ну вот мы и приехали. А вот мы и приехали почти. Аккуратненько. Давай, блин. Немножечко ускорься. Легковушка, а это как прямо ссыкануха какая-то. Его можно было бы подогнать немножечко вперед. Окей. Может, попробуй обогнать его в натуре и не париться. Ну, я-ка попробую это сделать. Такая себе тема, конечно, но... О, блин, перевалы. Сейчас будут... Не-не-не, нормально. Слушай, да шикарно прошли. А, смотри, а здесь как бы вообще значок камнипад. А, обгон запрещен здесь, да? Или что? Я не писал посмотреть. По-моему, там, по-моему, камень был нарисован. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. И самое интересное, резко начинается Нормальная дорога Вот почему власти Не захотели продлить немножечко Почему не поменять здесь, положить нормальный асфальт Я понимаю, что там падают камни А дорога постоянно разбивается Блин, но все же Фуф Мы приехали Выходит Есть кто вообще хочет сюда выйти, нет? Как роботы начали выходить Они просто охерели от такой поездки Не, ну хотя с другой стороны еще охерели Вроде проехали нормально Да Слушай, они все выходят Ну это конечное для них, да Шикарно Надо городок, кстати, будет открыть, посмотреть Что-то у нас с вами имеется Да, они все выходят Блин, прикольно Реально прикольно Все, двери закрываем Смотри, они только основку, кстати, сделали асфальтированную А весь город в таком состоянии Ой, стоп Мы, кстати, забыли с вами про Этот самый Про кейс Пошли посмотрим Так, ну он где-то вот здесь должен быть Вот он находится у нас Так, есть четыре варианта Но только один правильный Серьезно Раз, два, три, четыре Четыре, три, два, один Блин Ну это так от балды Чисто так Нет Один, три, четыре, два Два, один, четыре, три Ну, нихрена Есть четыре варианта Нет, четыре варианта И все они неправильные Так, четыре варианта Что же мы должны будем здесь найти? Если честно, пока для меня это загадка Прямо вообще загадка Посмотрим, конечно, сейчас внизу Может что-то на улицах есть Именно около дома Слушай, ну здесь вдоль дома У нас, получается, находится Че? Два множить на три, шесть Ну это цифры какие-то получаются А, то есть там сейчас покажут, наверное Двадцать один, двадцать один Это, короче, у нас не работает Че, тот же самый пианино Лайф миски, да Получается, надо найти все эти цифры И просто Перебрать их, наверное Так, получается Шесть, два Шесть, два Что? Сто двадцать А, сто двадцать Два и шесть Вот так получается Пробуем, ну-ка Пробуем Сто двадцать Два Сто двадцать Шесть Два Сто двадцать Шесть Сто двадцать Хм Короче, почем Повыскать еще другие цифры Смотри, что здесь произошло Здесь такая не кисло ДТПХ Ну вообще не кисло ДТПХ Бэха перевернулся Еще пытается свалить Да Так, что у нас есть по цифрам? У нас тут есть что-нибудь еще? Хм Скорее всего надо ТУ комбинации Как-то перекручивать Но я решил на всякий случай Еще пройтись, посмотреть Что-то мне не понять Я уже все цифры перебрал Я уже ставил Сто двадцать Точка Два В конце То же самое Только с цифрой Шесть Так, стоп Потом что я пробовал? Потом пробовал Сто двадцать И все цифры От одного до девяти Потом все эти цифры Плюс сто двадцать Я не понимаю Почему это не подходит? Есть четыре цифры Только Четыре варианта Точнее, только один правильно Четыре варианта У меня здесь уже не четыре варианта У меня тут уже Десяток вариантов вышло Что-то я пропустил Может опять двадцать 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 Блин, ну это странно было бы Это было бы сейчас А, вот еще цифра Серьезно? Тридцать Ах ты ж ты, ешки Так, а тридцать Куда мне за спондори Тридцать А, ты, ага К этим двум центрам Два и И шесть Ну-ка вообще попробуем Так, у нас там тридцатка была, да? Тридцать Шестьдесят Два Пробуем две цифры Тридцать Двадцать 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 Шесть Тридцать Шестьдесят Два Значит тридцать Хрен Там плавал Хм Короче, кучу вариантов Перелопатил Не знаю Не решить мне эту головоломку Что-то походу Либо я пропустил Хотя странно Я специально десять тысяч раз уже обошел Есть четыре варианта Но только один правильный Я вам показал, в принципе, ребятки Все цифры Давайте вместе попробуем решить Значит, еще раз Цифра тридцать Шесть умножить на пять Два на три Шесть Дальше у нас идет, соответственно Так, стоп Дальше идет цифра два И там у нас идет Сто двадцать Да? Да В общем, давайте вместе Решим эту головоломку Что-то сделать Накидывайте варианты И я потом специально Эти все точки попробую Естественно Как-то проверить Ну, а чтобы нам было проще Это все сделать Мы, конечно же, поставим Сейчас одну точечку Где-нибудь вот здесь Так, а мне здесь не выкупить место? Серьезно? Странно, почему? Надо попробовать Столовка, наверное, открытая Да, да Хрена себе Тут пробочка у нас копилась Только что-то здесь Карты, я смотрю, нету Да? Хотел бы что-нибудь Интересненькое Еще бы намутить Так, здесь нифига Нифига, нифига Конфеты забираем Это что у нас? Это пусто Серьезно? Ни одной карты Больше здесь нету Ну, такое себе Так, зато здесь есть пляж А почему ресторан Не засчитался? Действительно, помимо всего прочего Еще один ресторан есть Смотри Судя по карте Да, во всяком случае Ну, это глюк Да, это глюк игры А сейчас мы можем, интересно, очки исследовать здесь? Все, попробуем Теоретически должны Нет, смотри Не дает нам ничего здесь сделать Ты посмотри Ни ТПшку, ни одну, ни вторую Хрень какая-то с этим городом Прямо реально Хотя, смотри Одну карту нашли еще И еще один пляж у нас Да Кстати, помимо пляжа Нас теперь ждет наш пляж Это, ну, диски Неужели пробка рассосалась более-менее шикарно Это отличный вариант для того Чтобы нам отсюда с вами сейчас Сразу же свалить Только единственное, что людей там нету Вот это проблема Заводимся Так, что у нас по подъему? Подъем у нас, по-моему А сейчас осуществлен Уходим отсюда по-быстрому Прямо по-фасту Аккуратненько Мне прямо сейчас на эти цифры подзагрузили Что-то я достаточно долго не пробегал Не знаю, столько вариантов И 30 все цифры И все цифры плюс 30 И 120 Странно И они никак не гибридизируются Хрень какая-то непонятная, если честно Может, надо было там посчитать Типа 120 минус 30 И цифры, я не знаю Но минуса нигде не было Так, все Мы здесь с вами встали Встали Так, что у нас по маршруту? В принципе, нам отсюда надо теперь будет уходить Джалия Пайя у нас с вами выход Никого нет, да? Вообще Ну и ладно Пойдем пустыми, значит Ничего страшного Да? Да Так, ну я так полагаю, наверное, обратный маршрут Сейчас поеду Но его, наверное, записывать нет смысла Потому что вы, в принципе, дорогу ту же самую уже видели Как мы с вами двигаемся Как вы поэтому просили Я буду обратку вырезать Блин, пока я ехал И на въезде в этот Леопердито Я получил, блин, штраф Охренеть Просто охренеть А кого я высаживаю? Здесь никого нету В принципе Зачем такая вообще рейс сделана Если он, в принципе, не нужен Стоп А что у нас по дороге? Да, все правильно Мы назад двигаемся В обратную сторону Вообще Вторая остановка Никого нету Что за дела? Ну ладно Главное, мы с вами сгоняем И посмотрим на Пляж нудистов А это да Слушай, я думал Тут реально, короче, головок людей нету А здесь они есть Они даже вон на острове Ой, на гостинице тусят Ты смотри, какая красотка там лежит А? Серьезно? Прям огонь Хе-хе-хе И-ть Та-да А вот и я Да, ну мы тут Прямо по воде ходим Конечно, это очень сильная Недоработка от разработчиков Но Что поделать? Слушай, ну нудистскому Пряжу походу быть Да Походу реально быть Так, ладно Погнали Быстрее туда Остановки, кстати, здесь То, что я сейчас проезжаю Они абсолютно все пустые Просто тихое движение То есть даже тут, ну Даже забирать-то никого Ну не надо Просто почему Тогда обязательно надо ехать Именно по тому же самому маршруту По которому ты шел изначально Почему нельзя просто срезать И предположим Некоторые города Просто можно минусануть На удивление Кстати, вверх было По серпантину Подниматься намного проще Так, ну что Мы подъезжаем с вами К нашему нудистскому пляжу Сейчас попробуем Как туда добраться Здесь у нас спуска нету Я вижу А вот там, где был домик В конце как раз Которых этих отбойников Да Сейчас и попробуем Найти спуск Долго, конечно, у нас получилась серия Я не знаю, сколько там Даже с обрезом обратного маршрута Но вот уже два часа тут гоняю Конечно, это Это абзацовски долгие маршруты Конечно же, очень долгие Так, ну что Вот у нас этот съезд Вот у нас этот съезд Получили нам туда на автобусе спуститься Вот это вопрос Либо нам будет проще здесь остановиться Здесь, наверное, на джипе надо гнать Сюда однозначно Ладно, давай попробуем Попробуем сначала сами спуститься Давай-давай-давай Пускай меня О! Здесь самое что-то интересное Автобусная остановка у нас действующая Ну и судя по карте Мы с вами в правильном направлении Смотрите, что Животные просто застыли здесь Горные козы Они просто охренели Походу от того, что они там увидели Прям даже интересно А, смотри, это какие-то постройки Или это деревья А, это камни Прямо интересно Вот прямо вот Удиви игра Просто удиви Что-то, кстати, реально было спуститься на автобусе Никаких проблем вообще не было Ну ладно В принципе, почти уже добежали Поэтому ничего страшного Слушай, там в натуре люди, короче Я вижу, вон, это же розовые точки Это же люди Да, в натуре Это нудисты, слышишь? Жесть Игра прямо вот вообще огонь Вот просто молодец Вот просто удивило Охренеть Просто охренеть Слушай, интересно А если к ним подойти Они там ссыканут, нет? Сейчас посмотрим Сейчас все разбегутся Вы дошли слишком Какого-то транспортного средства Пропущенный заказ Серьезно? Мне заказ минусанули Да А здесь вон, кубики у нас Смотри, на людях-то обозначено Не просто так Ну и ладно Ну и ладно Так, мы сейчас где-нибудь здесь Так, сейчас встанем Посмотреть на вас, красавица Слушай, ну Ты нам не интересен Ну здесь все запикано, короче Да, полная цензура Ну, конечно, с этой стороны это круто Сам факт того, что вообще Здесь такое существует Это, конечно, классно Это действительно классно Ладно Заказ мы просрали Я так полагаю У нас здесь в большинстве Ничего не светит Автобус мы реально очень далеко ушли Набылся на автобусе спускаться Но, однако Потом я маршрут все равно еще откатаю Либо на стриме Либо вне Но мне понравилось это место Действительно Я так полагаю Там, кстати, еще, наверное, одна Есть точка по людям Ну, она, наверное, менее такая Уже напичканная Хотя, можно, конечно, здесь еще наверх подняться Попробовать посмотреть Че, мужики И дам, а? Окей Погнали Посмотрим А вот и второй, короче, у нас пляж Опять же-таки с нашими Галышами Но Примерно то же самое, что и там То есть несколько человек лежит Вообще, на самом деле На таких пляжах Это не очень сильно так принято Когда кто-то просто такой Подходит к ним О, смотри А, это мужики Фу, фу, блин О, боже Беременные загорают Серьезно Беременные загорают Ты смотри Охренеть Это самое В общем, не так это принято Что ты приходишь И начинаешь на них пялиться Это не до этого сделано Но самое, что интересно В принципе А здесь пусто, да? Здесь очень маленький Такой кусочек у нас пляжа Вот Но самое, что интересно То, что здесь это вообще существует Это чертовски круто Конечно, мы просрали заказ Но что поделать Как говорится Зато мы все равно кайфанули И от пути Мы посмотрели маршрут Потом я в ФК режиме Его быстрее откатаю Пишите Смотри, какая вода здесь прикольно сделана Кстати Мы даже, кстати, можем в ней плавать Вот здесь мы реально можем плавать Смотри Мы не ходим по воде Как в бассейнах Черт, круто Хочу на море Вот Если понравилась вам эта серия Поставьте ролику лайкос Много сегодня прокатались Много сегодня просуждали Много сегодня поговорили И поэтому, мне кажется Поддержать ролик можно Вот Ну, а с вами был дядя Сережа Плэй Всех люблю До новых встреч Всем на новых рейсах На новых маршрутах Всем пока